Музыка Всем привет! В эфире 64 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Ну вот, после такой достаточно спокойной прошлой недели, минувший уикенд обрушился на нас массой сообщений с различных соревнований. Поэтому не буду задерживать вас долгим предисловием, а сразу перехожу к новостям. Сегодня в программе. Кубок Северо-Запада ждали два года. Юнормейский турнир в Ростове-на-Дону. Белорусский чемпионат оживили дети. Заключительный этап чемпионата Нижнего Новгорода. Шведиш-мастер с глазами Игоря Савельева. Интервью с Дарьей Хрусталевой. Кубок Сибири взял Семен Битюков. 21-й Кубок Северо-Запада прошел 26 марта. Расставаясь после чемпионата Северо-Запада два года назад, мы рассчитывали встретиться через две недели. Но ожидание растянулось на долгие два года. Соревновательный день открывали барабанщики студии Сергея Лускина. Перед началом турнира были награждены призеры и победители этого сезона по альтернативным стандартам. Отдельными лигами отыграли новички и любители. Групповая стадия проводилась в круг, где каждый с каждым сыграл сразу по два матча. Достаточно неожиданно на самой вершине оказался супер-ветеран Александр Данилов. Не сказать, что все было идеально в его результатах. Так, оба раза он уступил Левашову и Пономареву. Ни разу не смог обыграть Тихомирова-младшего. Но зато без поражений прошли его сдвоенные игры с главными фаворитами турнира. Никитой Павловым и Антоном Киселевым. Но если Павлов, понятное дело, рассматривал групповой этап как генеральную репетицию перед играми плей-офф. И мог себе позволить не выкладываться по полной. То Киселеву в пяти противостояниях не удалось превзойти соперников. А в играх с Даниловым и Павловым вообще ни разу не выиграть. Юный Миша Гончарук, подтверждая свой прогресс, в споре за пропуск в верхний плей-офф превзошел таких мастеров, как Белавина и Никитина. Михаил Никитин только по разнице голов, уступивший своей жене правой игры в верхнем плей-офф, играл в финале малого кубка. Недавно прошедший чемпионат России по разрядам нашептывал, напоминая, что Михаил полуфиналист среди таких российских монстров-ветеранов. И, следовательно, явный фаворит в борьбе за малый кубок. Но и игра Михаила в сравнении с игрой Лены Никитиной – это нежность, мягкость, романс. Стига, выбранная Михаилом под игры плей-офф, оказались такой мягкой и легкой, что Ирина Белавина, переборовшая жесткость поля и жесткость атак Максима Максимова, просто попала в удачный ручеек, где все получалось и шло как по маслу. Михаил Никитин – второе место малого кубка. Максим Максимов – третий. Никита Павлов, победив на чемпионате Северо-Запада 13 ноября 2021 года, конечно, хотел сделать дубль. Цель поставлена, цель выполнена. А вот серебро кубка, наверное, мы бы с трудом угадали. Хотя, несомненно, Лена Никитина – волевой и настойчивый игрок. Выйдя в плей-офф с восьмого места, Лена обыграла крепкого супер-ветерана Александра Данилова, очень хорошо прошедшего весь круговой турнир, и теперь, получив первый номер, расправилась и с голодным до побед четвертым Георгием Левашовым. Гоша, в свою очередь, не остался без заветного кубка, порадовав себя бронзой в матче против Никиты Тихомирова. Расстроенный Никита немного воспрял духом, удостоившись увесистой медалью лучшего юниора. Второй юниор – Михаил Гончарук. Лена Никитина также оказалась и лучшей девушкой, и лучшим ветераном – медалистка. Тройка ветеранов – Елена Никитина, Александр Данилов, Илья Пономарев. В Ростове-на-Дону, в гарнизонном доме офицеров, состоялся турнир среди юно-армейцев по настольному хоккею. Посвящен он был памяти героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджи Магомедова. Участие в турнире приняли юно-армейцы Ростовской области и ребята из Горловки ДНР, проживающие в одном из пунктов пременного размещения. В упорной борьбе первое место завоевала команда школы номер 6 города Батайска, второе место – команда ДНР, третье место – юно-армейцы школы номер 2 из Аксая. По окончании соревнований ребят ждал сладкий стол и чаепитие. По мнению организатора чемпионата Беларуси Александра Барташа, чего не хватало все это ковидное время на турнирах, так это присутствие детей. Их искренности, их радости от побед и горечь от поражений. И всем этим они с охотой делились со всеми собравшимися на седьмом этапе чемпионата Беларуси. Этот турнир прошел именно под их диктовку. Диктовку самых маленьких и требовательных к себе, нуждающихся в помощи и советах. И хотя всего их было трое, но моментами казалось, что их большинство. Для них была сделана отдельная лига Б. Дети оказались не простые, а с опытом игры. У каждого дома есть хоккей. Пусть и не стига, но заметно, что навык игры есть. Пальчики быстро хватаются за нужные жерди и есть наработанная реакция. Поучаствовала с ними за компанию даже одна мама. Лидерство буквально с первых туров захватил 9-летний Илья Попродский. У него получалось накидывать шайбы своим соперникам гораздо чаще, чем вынимать из своих ворот. Уже за несколько туров до конца он с гордостью сообщил, что уже практически гарантировал себе первое место. Дела неплохо складывались и у 11-летней Анастасии. Ей тоже удавались резкие и точные посылы шайб в ворота. За 4 тура в круговом турнире она трижды сыграла в ничью с мамой и один раз ее победила. Мама Вероника детям спуску не давала и сопротивлялась им как могла. Но больше ей везло с еще маленьким сыном Добромиром. Ему в силу 5-летнего возраста было сложно стягаться с более старшими и быстрыми соперниками. Уже у него точно все победы впереди. Финал был настоящим. Как по интриге, так и по эмоциям. На первую победу Вероники Илья ответил своей, даже в овертайме. Третья партия и также в овертайме была уже за Вероникой. Все же эмоции помешали Илье собраться и сыграть на победу. Вероника выиграла третью победную партию. Ну а в профессиональной лиге после кругового турнира на этот раз сюрпризов не оказалось. Призеры все те же. Барташ, Ширковец, Куратник. Разве что неожиданностью стало то, что Владимир Слиш на этом турнире решил, хотя скорее за него решили, бороться за медали в первой лиге. А вот Леонид Лысенко как раз таки пробрался в зону плей-офф. Леонид показывает очень хороший хоккей уже второй турнир. В первой лиге борьба за медали шла между тремя игроками по круговой системе в четырех турах. Проигравших не было. Вадим Крыницкий снова получил золото, вторым стал Александр Ширковец, а третьим Владимир Слиш. Первый раунд плей-офф показал, что случайностей в круговом действительно не было. И первая четверка прошла вторую очень ровно и уверенно. Проигравшие в этом раунде сошлись в таковых матчах за пятые-восьмые места. Андрей Акинфин выиграл у Алексея Кравченко 3-1, а Леонид Лысенко у Михаила Чернобая с таким же счетом. В результативной финальной серии пятое место завоевал Акинфин. Полуфинальная пара главного плей-офф. Александр Барташ, Александр Долгов и Матвей Ширковец, Эдуард Куратник. И опять сыграла расстановка кругового турнира. Первые прошли вторых с одинаковым счетом в серии 4-2. Матч за третье место должен был быть интересным, так как встреча Долгов-Куратник рождала вопрос. А не будет ли и в этот раз победы Саши над Эдуардом? Все-таки на это чудо хотелось посмотреть всем еще раз. Но нет, не свершилось. Не свершилось вообще ничего из ожидаемого и неожидаемого. Саша решил больше не испытывать судьбу и просто не играл матч. Дела, брат, дела. То ли амортизаторы, то ли форсунки, то ли тормоза. Но что-то точно с постоянной периодичностью барахлит в авто у Саши. А чинить надо. И только сегодня. Финальный матч двух соперников, претендующих на высший титул этого года, обещал быть жарким. После первых четырех партий было 2-2. Но потом Матвей Ширковец взял две партии. И Александру Барташу пришлось довольствоваться серебром. Самое интересное, что турнир уже давно закончился, а дети не торопились расходиться. Им было очень интересно посмотреть, кому же повесят на шею эти красивые медали и вручат золотые кубки. Кажется, каждый из них мысленно представлял себе на месте этих призеров. Мечты сбываются. Для этого нужно только одно. Любить настольный хоккей. И играть в него. Хотя бы иногда. Как это делаем мы. 27 марта в зале «Гидромаш» состоялся заключительный этап чемпионата Нижнего Новгорода. В соревновании приняло участие 16 игроков. По традиции, перед началом турнира игроки подвели итоги недавних настольно-хоккейных баталий. И оценили выступления своих земляков. Согласно регламенту, на квалификационном этапе участники были разделены на две группы, в которых шел отбор в лиге. На групповом этапе вновь удивил, занявший первое место в группе АК Сергей Маслов. Хотя, вспоминая декабрьский этап чемпионата города, где Сергей тоже в своей группе финишировал первым, пора, наверное, принять этот факт без удивления. Просто он так стартует, без раскачки, в отличие, например, от Дмитрия Хитебидзе, который, вкатываясь в основную часть соревнований, особо не напрягался. Не хватило хладнокровия Михаилу Кеменову, проигравшему игру основному конкуренту Юрию Морозову 4-5. Но при этом, выигравшему Павла Сызранцева 2-0, у Дмитрия Хитебидзе 5-4, и растерявшему очки в игр с аутсайдерами Андреем Мельчаевым 2-2 и Андреем Соловьевым также 2-2. При удачном стечении этих игр Михаил набрал бы 8 очков, и по мини-турниру обошел бы и Сызранцева, и Хитебидзе, и Морозова. Дмитрий Хитебидзе и вовсе оказался бы в первой лиге. Это к тому, что квалификационный этап перестает быть прогулкой для опытных игроков. Так, вернувшийся после длительного перерыва Александр Воложанин не смог удержаться в пятерке, уступив место юному Владимиру Маслову. Высшей лиги, решающей игрой, окончательно сформировавшей первую четверку основного блоуфа, можно считать уверенную победу Павла Сызранцева, финишировавшего четвертым, над ставшим пятым Дмитрием Хитебидзе, 5-1. Вторым финишировал Семен Иванов, а третий стала прекрасной отыгравшая лигу Ольга Глазунова, делавшая при этом еще и лучшую разницу забитых и пропущенных. Вторая четверка Хитебидзе, Морозов, Соловьев, Алексей и Сергей Маслов финишировала серьезным отрывом от пары Вадим Фишман, Владимир Маслов, замкнувших таблицу. Александр Воложанин, слегка озадаченный соперниками на групповом этапе, продолжил работу над исполнением кокосов и заходных с представителями первой лиги. Моторная память свою взяла, Александр уверенно выиграл первую лигу. Компанию ветеранов в переходных играх составил Евгений Дунечкин, ставший вторым. В первой паре полуфинальной серии основного плей-офф Семен Иванов довольно уверенно обыграл Ольгу Глазунову 4-0. Результат же первых двух игр второй пары заинтриговал остальных участников соревнований. Павел Сызранцев сумел навязать Сергею Жигелину борьбу 2-0-3-2, поведя в серии 2-0. Павел продемонстрировал ряд новых элементов, которые оказались неожиданными и результативными. Ветерану пришлось перестраивать привычную игру, что привело к перелому в серии. Четыре победы подряд – очень достойная серия. В финале основного плей-офф Сергей Шекирин одержал верх в серии с Семеном Ивановым 4-0. Третьей финишировала Ольга Глазунова. Павел Сызранцев – четвертый. В серии мало плей-офф можно назвать бенефисом Дмитрия Хиндивидзе. В полуфинале серии против Сергея Маслова Дмитрий горел 0-2, затем 1-3. И только поставив себя на грань поражения, Дмитрий громко праздновал три победы подряд – 4-3. Параллельно Алексей Соловьев выиграл напряженную серию у Юрия Морозова – 4-2. В финале мало пловов картина повторилась. Дмитрий Хиндивидзе вновь, проигрывая в серии против Алексея Соловьева 1-3, на характере вырывает три победы и финиширует в итоге пятым. Так подошел к концу чемпионат Нижнего Новгорода. Тройка призеров – Шекирин, Иванов и Сызранцев, награждена памятными медалями. Лучшей в женском разряде стала Ольга Глазунова. Лучший юниор – Павел Сызранцев. Лучший в ветеранском разряде – Сергей Шекирин. Чемпионат Белоруссии, Нижнего Новгорода, Кубок Северо-Запада. Но все эти турниры могли не состояться, потому что на 26 марта был запланирован Шведиш Мастерс. Пожалуй, самый легендарный турнир. В начале нулевых годов он по своей значимости перевосходил даже чемпионаты мира и Европы. Да, потом появились Кубок Москвы и Кубок Риги. Подросло большое количество мастеров в России и Латвии. И центр тяжести из Скандинавии плавно переместился в сторону Восточной Европы. Но вот теперь, по независимым от настольного хоккея обстоятельствам, Швеция снова получила возможность напомнить всем о своем величии. Что из этого получилось, мы узнаем из репортажа, который подготовил Игорь Савельев. Старейший в мире турнир Шведиш Мастерс отметил свое 40-летие очень скромно. Минимум призов. Кубки только для тройки лучших в опене и победителям дивизионов. Зал маленький, 90 квадратных метров, куда с трудом вместилось 88 участников из 11 стран. Как ожидалось без россиян и украинцев. Из говорящих по-русски в зале были только молодые латыши Ласдиндж и Калниндж, литовец Ремейка и два игрока из Эстонии, я и Даша Хрусталева, для которой это был вообще первый выезд на международный турнир. Забегая вперед, отмечу, что Даша стала не только лучшей среди женщин, но и пробилась из вышки в плей-офф, где навязала борьбу Латышу Рекстиншу, финалисту Словения Open и уступила ему в 7 матчах 3-4. Большим минусом стала теснота при расстановке полей, из-за чего приходилось работать локтями в прямом смысле этого слова. Из плюсов, в общем теплая атмосфера, довольно высокий средний уровень игроков, участие недавних топов Ларса и Оскара Хендриксона, Фина Кевина Эриксона и возвращение тех, кто давно не появлялся на турнирах. Например, Фредрика Юхансона, чемпиона из начала 90-х, или Каролины Эриксона, которая после чемпионата Европы 2018 года в Эйскелстоне родила уже двух пацанов. Главной неожиданностью турнира стало как появление, так и исчезновение с турнира Рони Нуттонена. Он доказал две вещи. Первое, мастерство не пробьешь. Второе, жена в семье главная. В четвертьфинале он вел в серии 3-0 против Патрика Петера, но тут пришла жена и увела его на уходящий домой порог. Организаторы на него обиделись и даже возникло желание дисквалифицировать экс-чемпиона мира, но потом остыли и для остальных выставили в зале пиво. В полуфинале две серии получились разными. Деморализованный Димаршем Нуттоном Петер без борьбы проиграл серию Ларсденшу. Чех потом признался, что давно не подходил к поляне и далек от своей лучшей формы. Во второй серии Оскар Хендриксон смог дожать сопротивление Кевина Эриксона. Тут была настоящая перестрелка мощными выходами. В финале преимущество Хендриксона по игре и настрою было явным. В его действиях чувствовалась уверенность, в то время как Латыш несколько нервничал. Санди Слаксденш всю серию играл вторым номером и все-таки смог зацепиться за седьмую игру. Но там психологическое преимущество снова получил Хендриксон. В решающий момент он смог его реализовать и завершил турнир своей исторической первой победой на домашнем Шведиш Мастерс. Санди Слаксденш всю серию играл вторым номером и все-таки смог зацепиться за седьмую игру. Санди Слаксденш всю серию играл вторым номером и все-таки смог зацепиться за седьмую игру. Вместе с Игорем на турнире в Швеции побывала Дарья Хрусталева. Поскольку это был ее первый воежж за границу, я попросил Дашу поделиться свежими впечатлениями. Даша, привет! Это ведь был твой дебютный выезд! Привет, Виталий! Это был мой первый выезд за границу. Так получилось, что когда я пришла в настольный хоккей в 2019 году, начался коронавирус, стали отменять турниры и закрывать границы. Почему вы решила сыграть впервые именно на Шведиш Мастерс? Изначально я хотела поехать на турниры в Россию, в частности в Санкт-Петербург в феврале и на Москва-Опен-Марте. Так вышло, что я не успела оформить визу в Россию, поэтому не смогла приехать. Следующим турниром оказался Шведиш Мастерс, на который я с радостью поехала. До поездки ты что-нибудь знала об этом турнире? Кто-нибудь, может быть, тебе рассказывал про него? Да, я знала о турнире. Немного рассказывал Игорь. Это один из самых старейших и престижных турниров. Также я пересматривала на Ютубе видео с Шведиш Мастерс российских игроков в предыдущих годах. Реальность совпала с ожиданиями? Да. Реальность оказалась даже лучшей ожиданий. Мы ставили минимальную цель выйти в лучшую лигу. И максимальную цель попасть в 16 лучших. Все равно очень удачно сыграли. Поэтому я довольна. Как тебе удалось так удачно пройти отбор? Всего лишь единственное поражение от Кевина. В лиге уже было, в общем-то, не так радужно. Но зато в плей-офф ты смогла дать бой Ролансу Риэкстинжу, который, кстати, занял второе место в своей полуфинальной группе. В высшей лиге были очень серьезные соперники. К тому же была сильная усталость. В плей-офф мне не хватило опыта игр против сильных соперников. Но я смогла вырвать три овертайма в игре с Ролансом. Ты смотрела турнир до конца? Или, по примеру, Нутта не научалась на свой самолет раньше времени? Что ты можешь сказать о решающих играх? Ты за кого-то болела? После проигранной серии в одной шестнадцатой финала я пошла отдыхать. Смотрела видеотрансляцию. К полуфиналу вернулась в зал. Смотрела одновременно два матча. Решающие игры были сыграны в очень плотной борьбе. В матче за третье место болела за Патрика Петра. А в финале болела за красивый хоккей. Какой следующий вояж планируешь? В дальнейшем планирую сыграть на Кубке Таллина. А в мае съездить с одноклубниками на турнир в Германию. Летом планирую со сборной Эстонии съездить в Шловению на чемпионат Европы. Спасибо. Пока. Во второй раз в этом сезоне этап Кубка России проводился в Сибири. На этот раз в Новосибирске. Оргкомитет возглавили два Константина. Кириллин и Авдеев. Лига настольного хоккея Сибири существует уже более пяти лет. И в ней участвуют ведущие игроки Новосибирска. К сожалению, многие из них редко выбираются на столичные турниры. И поэтому домашний этап ОКР позволил им сравнить свои силы с приезжими игроками. Но, к сожалению, и поток из столиц был совсем малочисленный. Москва проигнорировала турнир. Не приехал даже Виктор Побережный, который как раз свои первые шаги в настольном хоккее делал в Лиге настольного хоккея Сибири. И даже семь раз побеждал на этапах. Не приехал и Дмитрий Петров, который в судьбу Кубка России вверил в руки юного питерского дарования. В итоге гостей набралось трое. Отец и сын Витюковы и я. Питерские гости прибыли заблаговременно, чтобы успеть приспособиться к смене часовых поясов. Ведь начало турнира было запланировано на 6 утра по московскому времени. Хозяева организовали для питерцев обзорную экскурсию по городу с посещением Академгородка. По своей инициативе гости побывали еще и на водном шоу в Дельфинарии. Ожидаемо в соседний Новосиб пожаловала солидная делегация из Кузни. Семь игроков стартовали ночью из Новокузнецка, чтобы прибыть утром 27 марта к началу турнира. В 10 часов воскресного утра 24 игрока собралось в зале молодежного центра «Юность». Накануне прошел здесь же турнир для новичков и любителей, и самый отважный из них, Матвей Богуцкий, присоединился к турниру мастеров. Уже во втором своем матче на профессиональном уровне дебютант одержал первую победу. И пусть побед в этот день больше не было, опыта и впечатлений Матвей набрался. Теперь от него будет зависеть, насколько он готов окунуться в жизнь настольного хоккея. Большинство юных игроков из Новокузнецка стараются играть, так сказать, по учебникам. Отточенная комбинация из крайних нападающих на центральном, попытки реализовать выходы один на один. Старшее поколение играет более разнообразно. Понятно, все делали первые шаги в настольном хоккее еще в прошлом веке, и общей школы игры еще тогда не было. Кто-то, часто играя на всероссийских турнирах, пытается перенять лучшие у ведущих мастеров, а кто-то просто ставит в тупик академиков своей непредсказуемой игрой. Яркими представителями такой игры выступили Анатолий Воронин и Дмитрий Глафиров. Очки у фаворитов отбирали с завидным постоянством, но при этом сами на высокие места никак не претендовали. Воронин сыграл ничью со мной, Кириллином, Кремасовым, загружил голову Валерию Спирину 7-1, но в группе финишировал 18-й. Глафиров оказался вообще на 21-м месте, но при этом обыграл меня 3-1 и поделил очки с ведущими игроками Новосибирска, Орловым и Федорченко. Вот такие минные ловушки. Новокузнецкая молодежь играет примерно на одном уровне. Кто-то на одних турнирах взлетает выше, кто-то на других. Для сравнения, если взять два сибирских этапа ОКР, Тремасов Андрей сейчас 11-й, а был 19-м. Каширин Данил поднялся с 18-го на 13-е. Белоусов Михаил, наоборот, опустился с 13-го на 17-е. Песлягин Рустам и Давыдов Михаил оказались примерно на тех же самых местах. В 18-м и 20-м. Единственный, кому из них удалось пробиться в главный плей-офф – Андрей Тремасов. В группе юниор обыграл меня, Авдеева, Красюка. В плей-офф его серию с Дмитрием Федорченко выбрали для видеотрансляции. И не прогадали. Юниор начал с двух побед. Но потом лучший скейтбордист среди настольных хоккеистов лихо стал выписывать виражи в частью победы. И четырьмя победами оформил выход в четверть в финал. Тремасову досталась награда как лучшему юниору Сибири. Михаил Давыдов в день турнира отметил свое 13-летие. С 20-го места вышел в плов первой лиги. В группе обыграв Егора Степанова, вшедшего к 14-му туру на первом месте. За три игры пройдя на первой стадии Глафирова, Давыдов встретился с Испириным-старшим. В группе победу праздновал юниор. Но в играх на вылет ветеран не дал разгуляться Михаилу и за три игры отправил его отдыхать. Кислягин с Коширином в четвертьфинале устроили настоящее боевое дерби. Заключительный матч, завершившийся со счетом 6-5, принес путевку в полуфинал Даниле Коширину. Юниор затем браво прошелся по старшему поколению. Сначала обыграв Валерия Спирина 3-1, а затем в финале Михаила Симонова с таким же счетом. За главный плей-офф неожиданно для себя зацепился один из главных организаторов Константин Авдеев. Константин временно вернулся в родной город и смог посвятить себя организацией первого такого статусного турнира в Новосибирске. И довелось не просто попасть в плов, а и сыграть с одним из фаворитов турнира. Ничья на групповой стадии со мной оставляла Надежду Авдееву. И первые два матча борьба шла на равных. Но потом я включил свою ураганскую скорость и умчался. 14-0. Судьба серии была решена. В остальных сериях было все упорней. Евгений Козин, Константин Кириллин. Соперники хорошо знают друг друга, часто пересекаясь на сибирских турнирах. У Константина почти не пошел выход. Что является одним из его главных вооружений. И Евгений на кураже добыл победу 4-1. Дмитрий Красюк, Андрей Бютюков. На стальном кубке сибиряк одержал победу 5-1. Но за 4 месяца петербуржец заметно прибавил. И у Дмитрия начались проблемы. В двух первых матчах Красюк вообще не мог вскрыть оборону соперника. Затем прорвало 6-0. Но четвертый матч оказался снова за Бютюковым-старшим. Дмитрий выиграл пятый матч 4-0. Но последнее слово осталось за Андреем. 5-4. И Бютюков-старший отправляется на свидание с сыном. На этапах Невской лиги семейные разборки порой проходят на равных. И Семен, хоть и является одним из главных претендентов на чемпионство, не всегда гарантированно берет 2 очка. Вот и здесь 5 матчей в серии. 2 победы Семена, 1 победа Андрея и 2 ничьи. Овертайм им выиграл младший и прошел в полуфинал 4-1. Я своими разгромами Авдеева, кажется, напугал Константина Орлова. Один из ведущих игроков Сибири поначалу просто не верил в свой положительный исход. И первые два матча сдал почти без боя. 2-7 и 1-5. Но постепенно понял, что не так страшен черт, как его молюют. И вот уже я с трудом выиграл третий матч, а затем Константин превзошел гостя 7-3. Пятый поединок проходил в равной борьбе и закончился моей минимальной победой 2-1. Сибирских дерби было жарко. Федорченко смог вернуться в игру, уступив в первых трех матчах Спирину. Но более нацеленный на результат Александр смог оформить выход в полуфинал. Степанов так отлично проведя групповую стадию заслуживал права побороться за медали. И одолел такие Евгения Козина 4-2. А вот серия Степанова со Спириным растетнулась надолго. То Егор вышел вперед, то Александр перехватил инициативу 2-1. Три затяжных овертайма, где удача неизменно улыбалась Егору, открыли ему дорогу в финал. Соседям в Сибирском дерби проходила Питерская. Тренер со своим учеником очень часто стали встречаться в сериях в последнее время. Семен дорос до большого мастера, и поэтому почти на всех турнирах претендует на ведущие места. И если на круговых этапах Невской лиги я чаще беру верх, то вот в сериях общий перевес оказывается на стороне юниора. В Иваново серию выиграл Семен 4-2. А нынешняя по развитию событий полностью скопировала наше противостояние в финале Кубка Санкт-Петербурга, состоявшегося в начале января. Счет оба раза менялся по определенному графику. На победу Семену в стартовом поединке я отвечал своей победой. Потом юниор уходил в отрыв 3-1. Но ветеран не давал так рано закончиться серии. 3-3. И все-таки последнее слово было за Питюковым. 4-3. Отдав много сил в полфинале, на серию за третье место я уже не нашел эмоционального настроя. В спокойной игре преимущество было на стороне Спирина, который смог взять реванш у меня за поражение также в утешительном финале стального кубка. 3-1. В финале Питюков был явным фаворитом. Но на Степанова ничего не давлело. Зал ждал чуда и был на его стороне. Первые три игры проходили в равной борьбе. Но потом точность исполнения элементов со стороны юниора возросла. Появился кураж, добавилось красивых неженанных элементов. И заключительный матч проходил на Оле. 10-3. Семен Питяков выиграл и Кубок Сибири, и с ним Кубок России в сезоне 21-22. Спасибо организаторам турнира в Новосибирске. А на заключительный этап в Ростов-на-Дону нас зовет Александр Демин. 1 мая на берегу Дона. Я же буду на этом заканчивать выпуск. До встречи на следующих турнирах. Пока!